Приветствую вас, смотрите, самым лучшим решением для вас в этой ситуации может быть обращение к психологу совместно, то есть только так, только через совместное обращение к психологу. Разобраться в своих проблемах, научиться говорить, слышать друг друга, вот, правда процесс коммуникации и коррекции коммуникации зависит от многих факторов и в том числе, ну это не быстрый процесс, это первое. Второе. Вы пишите, вы пишите, что встречаетесь с мужчиной 7 лет, ему 25. При каких-либо непониманиях сфорах он винит вас у меня, уходит к вами или друзьям. Ну, то есть, по факту человек сбегает от конфликта. По факту человек не готов конфликта решать. Все, что-то действительно такой человек. Если он изначально себя так ввел, то получается, что вы его, в общем и целом, таким принятым. Вот. И тут вопрос возникает. А приняли ли? Приняли ли вы его? Таким, как он есть. До конца. Понимаете, о чём я проще. Вот. Соответственно, что в первую очередь нужно вам ответить. Ребята. Дальше. Следующий момент. Касается того, что между вами есть общего молодым человеком. То есть, вот 7 лет вы встречаетесь, но это достаточно большой срок. Что между вами есть общего? Что между вами вас объединяет. На... В намете чего? Вы выстраивали свои отношения. Какие связывающие и объединяющие у вас элементы присутствуют. Насколько полно вы воспринимаете друг друга. Это тоже очень важные все моменты и деталлы. Дальше. За что вы просите прощения напали? То есть, даже не так, из-за чего возникают ссоры. Что-то есть причины для ссор. Здесь я наверное хотел бы, чтобы вам была изучена психологическая игра. Скандал. И выжить ее, она есть в интернете. Так вы лучше поймете для себя, что происходит, в частности, при ваших конфликтах. И из-за чего собственно говоря ссоры вообще возникают. в частности. Дальше. За что вы просите прощения? Это отдельный очень важный момент. Потому что, ну на мой взгляд, тот факт, что вы просите прощения, свидетельствуют о том, что вы сами не уверены в тех вещах, которые делаете. То есть. Вы не уверены, допустим, ну например, в своей позиции. Например. Свои позиции. Свои позиции в конфликте, ссоры и так далее. Вixe, то есть. По большому счету. По большому счету. Аааа. Вы себя… Получается, в какой то степени Дискредитируете. Вот. Ну б, это – совершенно... точно неприемлемым, неприемлемым. Вот, поэтому, вот тот факт, чтобы провести оплачение, оно, как минимум, заслуживает с того и того, чтобы эээ, исследовать его более подробно, как минимум. Вот. Дальше, идем. Так, я прошу обращения, не возвращаюсь, никогда первым не шел на промерение. Ну, опять же, опять же, кто-то может идти на промерение. Кто-то, кто-то нет. А, у кого-то есть, ну, ресурс для того, чтобы идти на промерение. У кого-то нет такого ресурса. Вот, у вашего молодого человека такого ресурса очевидно нет. и, на мой взгляд, вам очень желательно это понятно. и определить, что вы будете с этим делать. Либо вы это примите, либо вы скажете, ну, условно говоря, себе, что, воу, это не для меня. Ну, и будете правы. Но правы будете для себя. Только. не для вашего мужчины, у которого по-преднему может быть своя позиция, своя точка зрения. нет. Понимаете. Дальше. Говорит, что давлю на него, и правда, есть такое, когда хочу разобраться в ситуации. С чем связано давление? 40. Говорит. Говорит, не люблю. 40. Говорит, не люблю. Возвращается. Говорит, что любит. Хочет возвращать в конфликты. Легче убежать. Как понять его? Ну. Понимать не нужно. Просто принять. Можно ли что-то сделать? Такой статус нам обоим. Да. Обратиться обоим, например. к психологу. Да. Консультации. Вот. И разобрать все свои нюансы взаимоотношений которые у вас есть. И рекомендация Кудрячева и Игоря Леонидовича на мой взгляд является очень качественным спрессортом. К Игорю Леонидовичу я рекомендовал бы спрессортом. потому что в данном случае он говорит очень точную вещь что пришли вы да что за помощью по сути обращаетесь вы поэтому помочь можно пока что только вам. Пока что. Пока. это не значит что вам обоим ничего нельзя сделать в этой ситуации. это значит именно только то что сейчас поскольку работа идет с вами да ориентироваться вы можете только на себя. но это вполне справедливо. На этом все на этом все я надеюсь что помог вам если понравился мой ответ буду благодарен за его оценку в качестве лучшего я желаю вам всего самого доброго и удачи. так